Работникам СМИ представилась уникальная возможность сменить привычную работу на профессию военного. На один день журналисты отложили в сторону блокноты и микрофоны и облачились в камуфляж и противогазы. Для большинства корреспондентов это был первый боевой опыт в жизни. Репортаж Динмухамеда Каликулова. Если бы журналисты знали, что их здесь ждет, многие бы дважды подумали, прежде чем согласиться на испытание огнем. А начиналось все как обычный пресс-тур. Работников СМИ привезли на полигон и выдали нехитрую амуницию. Затем всех вывели на плац и объявили – будут соревнования. На этих кадрах хорошо видно, какая большая разница между военнослужащими с армейской выправкой и группой гражданских журналистов. Были созданы команды, в каждой из которых по три репортера и один курсант. После детального инструктажа гонка началась. На полосе препятствий участникам предстоит пройти 13 объектов. Самый первый из них – это вот эта палатка с химической защитой. Душегубка – первое, что приходит в голову, когда оказываешься внутри. Химзащита – испытания не из легких, но трудные еще впереди. Главное здесь – это командная работа. Любое задание призвано дать прочувствовать в полной мере, что испытывают солдаты. Переноска ящиков с боеприпасами весом по 20 килограммов, преодоление колючей проволоки, метание в дыму гранаты в цель. То, что выглядело легким со стороны, оказывалось в итоге самым трудным. Те, которые казались сложнее, они на самом деле прошлись как-то быстрее. А вот под колючей проволокой оказалась засада. Константы тоже учиться быстро ползать пригодится. Я считаю, что даже мужчины, которые не служили в армии, они хотя бы раз-два в жизни должны все-таки побывать в этой шкуре. И испытать из себя то, что эти ребята испытывают. Когда мы преодолевали полосу препятствий, моя команда отличилась с хорошей стороны. Мы даже догнали противников. Военнослужащие преодолевают все эти барьеры за полторы минуты. Конечно же, корреспондентам уложиться в такой норматив невозможно. Едва журналисты перевели дух, каким заявили. Не расслабляйтесь, это еще не конец. После этой спортивной части эстафеты посадка в транспорт БТР, передвижение по пересеченной местности именно под броней. После этого высадка на стрельбище и стрельбище. После стрельбища уже полевая кухня. Звучит все безобидно, а на деле приходится не так уж и просто. Поездка в бронетехнике кажется удовольствием лишь со стороны. Стрельбище оказалось тоже нелегким, хотя и более интересным. На время нужно поразить пять целей на расстоянии от 200 до почти 500 метров. И как ни удивительно, многим это удалось. Всем участникам и победителям вручили грамоты и призы. Все, кто не побоялся побывать в шкуре военного, задавали организаторам один вопрос. Когда нас еще раз испытают на полигоне? Дин Мухаммед Каликулов, Кенжа Амраев, Хабар, 24, Алматинская область. Алматинская область.